Никулин. Почти серьезно. В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле. Станислав Ежелец. Пожалуйста, не ври. Когда я сказал маме, что собираюсь писать книгу, она меня попросила. Только, пожалуйста, ничего в ней не ври. И вообще, когда напишешь, дай мне почитать. Я думал, что книгу о себе писать, в общем-то, довольно просто. Ведь я достаточно хорошо себя знаю. У меня, как я думаю, окончательно сформировались характер, привычки и вкусы. Не задумываясь, могу перечислить, что люблю, а чего не люблю. Например, люблю читать на ночь книги, раскладывать пасьянцы, ходить в гости, водить машину. Люблю остроумных людей, песни, слушать и петь. Анекдоты, выходные дни, собак, освещенные загадным солнцем московские улицы, котлеты с макаронами. Не люблю рано вставать, стоять в очередях, ходить пешком. Не люблю... Наверное, многие этого не любят. Так когда ко мне пристают на улицах? Когда меня обманывают? Не люблю осень. Настал первый день работы над книгой. Сел за стол и долго просидел, мучительно подыскивая первое предложение. Подошел к книгам, раскрыл некоторые из них. Как только люди не начинали писать о себе. Прямо зависть берет. Какие у всех хорошие, сочные, емкие слова. Но ведь это их фразы. А мне нужно свое первое предложение. Хожу по комнате, рассматриваю книги, фотографии. Так всегда делаю, придумывая трюки для выступлений в цирке. И пытаюсь сочинить начало. И тут рука сама пишет. Я родился 18 декабря 1921 года в Демидове, бывшем Паречье, Смоленской губернии. Мгновенно всплыли в памяти все анкеты, которые приходилось заполнять. И зачеркиваю оригинальное начало. Снова пытаясь найти спасение, смотрю на томики книг. Аркадий Аверченко, Михаил Зощенко, Михаил Светлов. Вот ведь рассказывали они о своей жизни умно, коротко, выразительно и оригинально. Правда, они писатели. Им и положено хорошо писать. А я клоун. И все, наверное, ждут от меня чего-нибудь особенного, эксцентричного. Но смешно и не вспоминалось. Тогда я решил. Начну писать книгу с самого, как мне кажется, простого. С рассказа о том, как проходит у меня обычный день. День клоуна. Жизнь у людей отнимает страшно много времени. Станислав Ежелец. Все в доме еще спят. Тихо. Тикает будильник. Проснулся на пять минут раньше его звонка. Проснулся. Стал думать о предстоящих делах. Мысли чередуются примерно так. Прошу бы поспать еще. Какой придумать механизм для новой репризы? Чтобы бутафорские тараканы бежали по манежу? С этим и ложился спать. Но во сне ничего не пришло в голову. С тараканов мысль перескакивает на управление железной дороги, где на сегодня назначена встреча с детьми железнодорожников. Судя по окнам, на улице небольшой морозец. Почему-то подумалось. Хорошо бы отпуск дали летом. Съездили бы всей семьей отдохнуть под Канев на Днепр. И тут настроение испортилось. Пошевелив ногой, почувствовал боль в колене. Болит мениск. А я-то надеялся, что за ночь пройдет. С таким настроением нужно встать, сделать зарядку, мыться, выпить кофе и начать новый день, который расписан еще с вечера на большом картонном листе. В нем примерно двадцать пунктов. Если к концу дня зачеркну половину, и то хорошо. Не одеваясь, подхожу к зеркалу. Трусак, кажусь себе спортивнее, моложе, и вижу. На меня смотрит высокий, плотный мужчина, которому за пятьдесят. Он бросил уже не в первый раз курить, а потом прибавил шесть лишних килограммов. Волосы у этого человека седые, но он их подкрашивает.